Приветствую вас, у нас такой довольно коротенький вопрос, но достаточно емкий. Если человек изменяет свою жизнь своим девочкам, гуляет, то может ли быть такое, что она степенится, влюбится и не будет изменять? Смотрите, значит здесь, во-первых, о чем идет речь. Здесь идет речь о том, что вы хотите человека поменять. Это первое. Ну, как бы вот какое-то такое желание человека изменить, да, но на мой взгляд вообще-то не рационально, мягко говоря, потому что люди могут меняться, но они меняются сами по себе и, в общем-то, вам ожидать, что человек изменится можно очень долго. Поэтому по возможности, значит, старайтесь для себя как-то решать этот вопрос таким образом. Принимаете ли вы человека таким, как он есть или нет? Вот, если вы человека таким, как он есть, не принимаете, то и находиться с ним в отношениях не стоит. Ну, потому что нужно, как бы, здесь исходить из того, что человек не изменится. Нужно здесь исходить из того, что человек останется таким, какой он есть, да, и он не поменяется. Это первый момент, который хотелось бы обратить вам ваше внимание. Следующий момент, о чем идет речь, речь идет о, вероятно, вашей такой вот зависимости от человека. То есть речь идет о том, что вы от человека зависимы, что вы зависимы от того, изменится он или не изменится, что вы зависимы от того, захочет ли он, ну, захочет ли он меняться или нет. Вот, то есть вы свою жизнь в этом смысле ставите как бы в зависимость от него. Вот, хорошо ли это? Ну, нет, конечно, это нехорошо. Это говорит о ваших страхах, это говорит о вашей неуверенности в себе, это говорит о том, что достаточно слабо вы привыкли опираться на себя, это говорит о том, что достаточно сильно вы, значит, ну, вероятно, да, сливаетесь, значит, с человеком, вот, и опять же из этого вытекает, из этого прямо вытекает то, что вы можете от него быть зависимы. Вот, поэтому на эти довольно тревожные, на мой взгляд, факты я бы хотел обратить ваше внимание, потому что если ситуация действительно такая, как она выглядит, вот, исходя из того, допустим, что вы, ну, описываете, так скажем, то это в общем и целом повод тревожиться, повод, по крайней мере, начать работать с психологом, потому что сама по себе такая проблема, по опыту моему не проходит, вот. Наконец, следующее. То, что я сейчас скажу, может показаться оправданием того, что вы, ну, очевидно, совершенно не принимаете, но, тем не менее, это не оправдание. Это, скорее, еще один срез в реальности, который, я надеюсь, вы сможете увидеть. О чем идет речь? Дело в том, что если измена систематическая, то есть если измены, как таковые, являются систематической особенностью мужчины, да, то они, эти измены, не являются изменами в этом смысле. Они, измены являются скорее, ну, таким, знаете, такой неотъемлемой частью мужчины, вот. И, соответственно, не представляют из себя ничего серьезного. В этих ситуациях мужчина просто изменяет, ну, вот просто изменяет, чтобы изменять, он даже этому, как бы, значения не придает. Вот, соответственно, человек сам по себе в остальном может быть очень хорошим, а человек сам по себе в остальном может быть, ну, идеальным, да, ну, по крайней мере, там, может во всем вас устраивать, например, вот. Но есть только вот такая особенность его. И в этом случае, конечно, решать вам, но, на мой взгляд, воспринимать измену, как измену то, что происходит систематически, да, на мой взгляд, ну, мягко говоря, меня, ну, скажем так, не стоит, вот так я бы сказал, да. Вот, потому что для мужчины это, ну, совершенно не так. Вот, для человека все немножко иначе выглядит и это нужно, конечно, понимать, да, чем лучше вы это поймете, да, чем быстрее вы это поймете, тем лучше будет для вас. Естественно, вам решать и вам выбирать, как бы, ну, готовы ли вы с этим мириться или нет. Если не готовы с этим мириться, то и не надо, конечно, с этим мириться. Но если вы чувствуете в себе возможность, если вы чувствуете в себе ресурсы для того, чтобы это принять, если вы понимаете все равно вот, что в остальном человек, ну, хороший, вот, то, конечно, на мой взгляд, имеет смысл все-таки обращать внимание именно на это, а не на то, что партнер изменяет. Потому что мы не знаем в этом смысле его историю, мы не знаем, что его привело к тому, чтобы изменять и так далее. То есть, может быть, он изменяет в результате своего какого-то негативного опыта и так далее. С другой стороны, если измена является результатом того, что человек такой вот несколько несерьезный, да, инфантильный, например, не придающий значения там по отношениям, вот, то тут, конечно, имеет смысл вам спросить, а нужно ли вам это вообще, вот, потому что если вы ждете от мужчины какого-то поведения, если вы считаете, что мужчина должен, ну, вести себя, ну, каким-то определенным образом, вот, то, соответственно, вам необходимо свои интересы отстаивать. То есть, вам необходимо понимать, что кроме вас, ваши интересы никто не защитит. И кроме вас, вашу жизнь никто не построит. Поэтому, если вы считаете, что мужчина должен вести себя, ну, вот, ну, каким-то определенным образом, скажем так, то вам нужно на этом настаивать, и если человек, если человек как бы не соответствует этим требованиям, вот, то это значит, что это не ваш человек. И тут вот проблематика заключается в том, что не смысл, нужно прожissements. А, то же самое, нон, при Android. Прождать. Такого, товарища можно очень-очень-очень долго, а вот, и, и, ни, 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 ни ни, 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 ни. Вот, опять же, вопрос, хотите ли вы там потратить вот свою жизнь, да, на то, чтобы кого-то ждать. Если готовы, ждите, не проблема, если готовы. Но если не готовы, если вы чувствуете, что для вас это тяжело, если вы чувствуете, что для вас это нелегко, если вы чувствуете, что в этом есть некая жертвенность с вашей стороны, да, то есть, ну, если вы чувствуете, что для вас подобно есть жертва, вот, что абсолютно нормально, что на жертву идти не нужно. И вообще, 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 в отношениях очень важно не жертвовать собой, как мне видится и как мне представляется. Вот. То есть, ничего хорошего от того, что вы будете приносить себя в жертву, да, не будет. Человек, он в этом смысле не оценит, ну, как бы того, что вы для него, например, постараетесь сделать. Вот. Не потому, что он такой бесчувственный, да, не потому, что он такой плохой, не поэтому, а просто потому, что это же ваш выбор. Вот. То есть, если вы выбираете кого-то ждать, если вы выбираете, там, допустим, ну, не знаю, если вы выбираете чего-то ожидать от человека, вот, то это ваше решение. И, ну, совершенно, на мой взгляд, очевидно, что другой человек здесь ни при чем. Вот. Можно, конечно, можно. Можно говорить о том, что это неправильно, можно говорить о том, что... Такая позиция, наверное, есть такие точки зрения, которые, вот, говорят, что... Такая позиция, что в отношениях никто никому ничего не должен, да, это вот... Такая позиция не очень хорошая. И само собой и само собой спорить с этим я не буду. Здесь вы либо соглашаетесь с этим как-то, либо нет. Но если вы считаете, что в отношениях люди что-то друг к другу должны, то вы получаете для себя очень мощный такой прирост вероятности разочароваться. Вот. Ни много, ни мало. Понимаете? Какая история. Вот. И, соответственно, хотите вы этого или не хотите, вот всё. Вопрос. На мой взгляд. По большому счёту это и есть то, что в психологии называется зависимость. Когда я... Когда я, значит, чего-то от тебя жду, когда я чего-то от тебя ожидаю. А ты мне этого не даёшь, например. Или ты это откладываешь, например. Или ты даёшь, но с определёнными условиями. Или ты даёшь, 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 а потом раз и перестал. Ну, перестал давать. Вот. И в итоге... Что получается в итоге? Вот. Что хорошего получается в итоге из этого? Вот. Ну, попробуйте... Как-то... Себе на этот вопрос ответить. Понимаете? Поэтому... Такая история. Вот. Вы сейчас хотите, по большому счёту, чтобы мы вам погадали, но психологи гаданиями не занимаются. Мы работаем непосредственно с... Ситуациями, с людьми, с историями. И если, например, вы говорите вот, да, типа, ну, про то, что вот... А вот изменится ли он, например, да? То для нас... Для нас это означает в первую очередь... Вопрос. Как выяснилось, что вы оказались в такой ситуации, когда кто-то должен меняться для того, чтобы вам было хорошо. Ну, почему кто-то должен меняться для того, чтобы вам было хорошо? А, значит, что будет, если... Ну, если человек не захочет меняться, а что будет, если он не изменится? Понимаете, да? То есть тут довольно вот много таких, значит, переменных, которые очень важную роль играют. Все эти переменные, они не... Ну, не вам на пользу. Вот. Что... Ну, вот, что самое... Что самое неприятное здесь. Понимаете? А нужно, нужно, как мне кажется, выстраивать свою жизнь как раз-таки так, чтобы все, что в ней происходило, было вам на пользу. Понимаете? Если человек не уделяет этому своё внимание, если человек не уделяет этому своё время, то у меня, конечно, вот вопрос только, а как же такой человек, да, о себе заботится? Вот. То есть как вот вы, вы о себе заботитесь? И заботитесь ли вы вообще о себе? Насколько вы цените себя, любите себя, уважаете себя? Замечаете, ну, вот, свои желания, свои потребности и так далее? Вот. Как быстро, в таком случае, да, как быстро, вы переключаетесь в себя на другого человека. Вот. Понимаете? И если это происходит быстро, если вы себя на другого человека переключаете быстро, то я надеюсь, что вы, ну, прекрасно понимаете, что это и будет тем, что периодически будет отталкивать вас, ну, на вас периодически будет отталкивать вас, ну, в отношениях, вот, к сожалению. И это уже является как бы самостоятельной проблемой, которую нужно решать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Подготовайте. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Потому что, теперь, всегда поснимайте этот предок Иринаated intensively, Продолжение следует...